Мы наоборот двигаем машины, чтобы на углу даже не стояли. Не надо двигать машины, сюда ездить на машинах не надо. В Дагомысе замечания начались ещё задолго до входа на пляж. Половину улицы Армавирской перегородили легковые автомобили, затрудняя проезд. Температура воды плюс 24 градуса. На пляже посёлка не свободных мест. Вокруг мэра собралась толпа. Люди говорили о проблемах и делились впечатлениями. Господи, я в Израиле, море красное. Какая красота. А сегодня я пришла, нигде соринки нет. Всё чисто, всё прекрасно. В Сочи работают почти 200 пляжей. Везде с утра и до вечера дежурят спасатели и медики. Серьёзных проблем нет, отдыхать ничего не мешает. Да, на данный момент так и есть. А это микрорайон Бардоне. На подходе к пляжу ещё месяц назад стояли незаконные торговые павильоны. Их снесли и по поручению главы города организовали прогулочную зону со скамейками. Глава муниципального образования, глава города, то есть это тот человек, который работает на земле, и он должен своими ногами обходить эту землю, чтобы не понаслышке знать о проблемах, которые есть, и видеть своими глазами, принимать немедленно меры. Работы по благоустройству ещё много. Нужно организовать парковки, где это возможно, обеспечить доступ на пляжи для инвалидов. Пляжи должны быть доступными, чистыми и безопасными. Арендаторам, которые не соблюдают правила, выносят предписания. В июле в список штрафников попали шесть предпринимателей. С ними расторгли договоры. В туалетах, которые должны быть бесплатными, зачастую берут деньги – 10-15 рублей. Нарушения фиксируют на месте сотрудники полиции. Из нововведений в этом году в Сочи появились пляжные бюро находок. В основном ключики, очочки, бывают полотенца, шортики, трусы маленькие дети оставляют. В июне мэрия проверила пляжи Центрального, Адлерского и Хостинского районов. Сейчас черёд Лазаревского. В следующий раз комиссия прибудет сюда, чтобы оценить, как проведена работа над ошибками. Инга Габешия, телекомпания ФКТ. Продолжение следует...